здравствуйте уважаемые подписчики нашего канала сейчас мы находимся в городе хайдельберг с ольгой руководителем компании manos medical сегодня мы встретились здесь в этом прекрасном месте чтобы записать интересное видео для чего же специалистам из стран снг необходимо приезжать в германию и ответить на основные вопросы наших подписчиков ольга скажите пожалуйста почему вы пригласили меня именно в это замечательное место алена я пригласила вас в это место потому что в городе хайдельберг находится самый старый университет германии и здесь же находится третья по величине университетская клиника города хайдельберг и самый старый и престижный медицинский факультет среди медиков хайдельбергский университет очень известен и пользуется очень высоким статусом и авторитетом замечательно ольга я сделаю краткую презентацию до что компания manos medical занимается полным сопровождением медиков от самого начала и до самого трудоустройства прям выхода на работу полной поддержкой всех специалистов в том числе и языковая поддержка аккредитация всех необходимых дипломов и медицинских документов и соответственно оформлением именно рабочей визы но теперь перейдем таким моментом как перебороть вообще свои страхи как переехать с чего начать как интегрироваться в немецкое общество давайте начнем с первого вопроса почему вообще медикам из снг стоит переехать в германию стоит попробовать начать свою карьеру именно здесь эти вопросы волнуют конечно многих специалистов которые решили так или иначе попасть в германию продолжить свою карьеру здесь первая причина по которой медики переезжают германию это конечно материальная сторона потому что зарплаты на порядок выше в германии несмотря что зарплаты высокие очень многих пугают налоги но здесь нужно сразу сказать о том что он эти налоги входит обязательно медицинское страхование и очень многие медики понимая то что в будущем переехав германию и работая здесь они получают сами доступ к бесплатной медицине очень высокого качества они конечно стремятся также переехать сами перевести свои семьи да я наверное добавлю что в принципе вода когда идут такие простые разговоры до высокий зарплат а вы знаете какие там налоги но налоги они всегда подразумевают что ты платишь и ты получаешь обратно то есть в случае если ты платишь налоги ты можешь рассчитывать на социальную поддержку в случае там если ты лишился работа там или заболел также пенсию то есть можешь рассчитывать в будущем на пенсию то есть эти деньги они не выплачиваются просто в каком-то неизвестном направлении поэтому платить налоги это престижно это замечательно это говорит о том что здесь это нормально поэтому то есть можно рождить на кино детские по Правильно, я понимаю. Поэтому бывают такие варианты, наверное, что когда до 7% идет возврат со стороны государства. Не знаю, может быть, по другим странам на практике я сталкивалась с похожим. Хорошо, скажите, пожалуйста, относительно карьеры. То есть насколько здесь открыт путь вообще для иностранных сотрудников? Могут ли они себя найти здесь в будущем, как-то построить карьеру, может быть, свой бизнес? Или они вот как приезжают на одну должность и как-то на ней остаются? Если у человека есть мотивация, если есть такое желание, то, конечно, любой специалист, так как мы знаем, что Германия привлекает в первую очередь высококвалифицированных специалистов, это люди, у которых уже есть высшее или среднее образование. Здесь мы можем говорить не только о медиках. Конечно, каждый человек, который будет желать продолжить карьеру, то здесь как-то качественно развиваться как специалист. Он имеет эту возможность, и работодатель всячески поддерживает. Вот поддержка со стороны работодателя, конечно, это очень важно. И вот момент относительно интеграции в немецкое общество. Все-таки между странами СНГ и Европой есть некое различие в менталитете. И людей порой это очень пугает. То есть это работа в иностранном коллективе. Как вообще понять этих людей, особенно когда немецкий даже иногда человек, если он его и знает, то он может просто пугаться. Вот незнакомые обстановки. Какие вы можете дать советы из вашего опыта? Как вообще соискатели интегрируются в общество? Многих пугает тот факт, что очень много отрицательных отзывов от наших соотечественников бывает после того, как они начинают работать в Германии. Но мне кажется, самое правильное было бы просто оставаться самим собой. Конечно, нужно подстраиваться под некоторые изменения в вашей жизни. В любом случае, если вы стремитесь переехать в любую другую страну, это может быть не только Германия, любая страна, нужно понимать, что вам придется учить что-то новое, какие-то особенности коллектива, менталитета, принимать на себя и перенимать. Это абсолютно нормально. Но самое важное — не потерять себя, оставаться самим собой. И если у вас в каких-то спорных, конфликтных ситуациях всё-таки остаётся открытым вопрос, а правильно ли это, а честно ли это по отношению ко мне поступают другие, или честно ли я поступаю по отношению к другим людям, вести себя так, как подсказывает сердце. И не читать комментарии в соцсетях. Да, это точно. Потому что у каждого своя судьба, у каждого свой характер. И вы прекрасно знаете, я думаю, что со мной многие согласятся, тоже подписчики, что конфликтные ситуации бывают абсолютно в любом коллективе. Даже если мы меняем место, теоретически переходим в другую больницу работать, там тоже могут быть свои правила, от которых приходится подстраиваться. Это абсолютно нормально. Нужно быть готовым к этому и принимать. Это абсолютно нормально, как бы в коммуникации. Жизнь одна, да, нужно пробовать. И на самом деле я хочу отметить такой факт. Я не хочу кого-то подтолкнуть к тому, что не нужно учить язык. Конечно, учить нужно, но тем не менее русский язык, он просто всемогущественен. И находясь в любой точке мира, всегда можно найти русскоговорящее сообщество, где ты всегда можешь найти поддержку русскоговорящих людей. Если ты там работаешь исключительно в немецком обществе, то есть у тебя будет возможность приобрести друзей, то есть пообщаться на родном языке, на родные темы, в родном менталитете. Это есть абсолютно в каждом городе. И еще замечу, вот люди, да, то есть они, когда находятся за границей, они очень быстро сближаются, потому что они находятся, как сказать, в таких слегка экстремальных условиях, и когда они вяжут о свой, там, русскоговорящий, то есть они уже не делают каких-то разграничений, там, кто с Казахстана, кто там с Узбекистана. Мы говорим по-русски, все, мы тут чуть ли не братья. Мы за одной страной, да. Да, то есть мы как бы за одной, и тем самым люди намного быстрее сближаются, они намного быстрее находят себе друзей и, как бы, лица с какими-то общими интересами, и жизнь становится намного красочнее. Да, потому что порой люди могут жить в своей стране, вообще не общаться с друг другом, вот узкий круг, там, друзей, знакомых, они там проводят с ними праздники, дружат десятилетиями, но когда ты приезжаешь в другую страну, то есть помимо того, что ты находишь иностранных каких-то друзей, коллег, там, приятелей, у тебя еще и открывается возможность пообщаться с такими же, как ты, то есть людьми, которые пошли на этот путь. Ты начинаешь их расспрашивать, а как все было, почему ты сюда приехал, и ты начинаешь понимать, а где вообще я был раньше. Столько есть вообще возможностей, то есть люди пользуются такими, такими, такими способами, ты все это начинаешь узнавать, все становится жутко интересно, и это оно и есть развитие. И даже, наверное, если человек не хочет полностью переезжать, он может попробовать себя в этом, то есть посмотреть с разных сторон, какая вообще жизнь бывает. Помимо, ну, вот ты работаешь в одном городе в своем, да, ты достиг карьеры, но попробуй себя за пределами, если есть такая возможность. Расширить границы свои. Да. И себя же протестировать. Возвращаемся к языку, да, то есть немецкий, вот настолько он слух режет, кажется, как это сложно, да. И в первую очередь, наверное, у людей, ну, вот медики, уже такие состоявшиеся медики, как правило, это уже поколение, наверное, около 40, и, наверное, у них страхи больше всего. Как я выучу язык? Плюс нехватка времени, если человек работает уже в госпитале, у него просто, говорит, у меня нет времени, как я выучу вообще язык? Но как вообще перебороть вот этот вот барьер? Самое сложное – это первые несколько месяцев. Ну, сложнее всего, конечно, начать, и это абсолютно тоже нормально. Проще учить язык, когда это возможно делать параллельно с работой, и это не идет в ущерб работе. Поэтому вот мы, например, в нашей школе разработали специальную программу подготовки, при которой любой специалист, будь то это врач или медсестра, могут учиться удаленно. То есть это или обучение в мини-группах, или индивидуальное обучение с гибким графиком работы, потому что мы знаем, что медики вынуждены работать в по, в шихтен, это на немецком, в разные смены, да. Поэтому немецкий, конечно, достаточно сложный язык, но я знаю массу примеров, когда люди учили, и в разном возрасте это возможно. Бояться это нормально, но не нужно бояться, потому что когда ты начинаешь делать определенные шаги в сторону своей мечты, просто это технический вопрос, получится ли это или нет. Не может не получиться, если ты будешь все правильно делать и настойчиво идти к своей мечте. Да, скорее всего, здесь, наверное, просто лень. И по сути, если человек сделал уже первый шаг, он, скажем, там, заключил контракт со школой, то есть у него нету пути назад, и ему дают домашнее задание выучить, то есть как бы он учит, да, как студенты там за одну ночь умудряются там выучивать все, потому что у них нету просто выхода, и поэтому человек это сделает. И все эти страхи, они, грубо говоря, до того момента, когда ты сделаешь первый шаг на встречу. Да. Здесь хочу заметить, да, что почему наша компания выбрала сотрудничество именно с Manus Medicus, потому что данная компания проводит полное сопровождение клиента, да, соискателя. Очень много компаний, они, да, занимаются трудоустройством медиков, но при этом у всех разные требования, и когда человек начинает по этапам, например, один его трудоустраивает, в другой школе он учится, потом выясняется, что, оказывается, для того работодателя не подходит тот курс, который он проходил, а он уже там заплатил деньги, да. И когда любая услуга происходит, ну, в комплексе, то это намного удобнее, наверное, как турпутевка, да, там, либо самому пытаться там что-то как-то забронировать, состыковать, либо просто прийти к туроператору за те же деньги или даже дешевле, и купить просто, где тебя встретят в аэропорту, заселят, там, не нужно думать, где там ужинать и за сколько, все будет... Да, все включено. Все включено, да. Что мы можем сюда вот добавить к нашей теме относительно именно вот интеграции, преодоления страхов, какой-то мотивации? Я бы хотела сказать, что все равно у каждого свой путь, и еще раз подчеркнуть тот факт, что чем больше человек слушает чужих мнений, прислушиваются особенно к негативному опыту, потому что не у всех, конечно, этот путь довольно безоблачный, да, все равно приходится преодолевать какие-то препятствия на своем пути, но слушать нужно только себя и людей, у которых с вами одна общая цель, да, вот я считаю, что у наших клиентов и у работодателей, и у врачей, медсестер у нас одна общая цель, и, ну, плохого уж мы точно не можем пожелать, и предостерегаем перед всеми возможными рисками, да, вот даже уже на первых консультациях мы говорим, что нужно делать так, но риски здесь, здесь и здесь, да, вот что там работодатель может себя как-то повести на собеседовании, или опять-таки эти проблемы в коллективе, да, могут быть, то есть мы консультируем уже на первых этапах. Ну, а так я желаю, конечно, успехов всем, кто становится на путь трудовой миграции, это действительно того стоит, потому что вы меняете жизнь свою в лучшую сторону, это точно, это однозначно, и также, конечно, помогаете изменить жизнь своих близких, если они едут с вами, да, переезжают, и, конечно, строите будущее, возможно, для своих детей. А в дополнение, наверное, вот, я хочу сказать, что для чего, да, с какими целями медикам стоит попробовать вот переезд, наверное, для улучшения качества жизни в первую очередь, да, то есть это для обеспечения своей семье более, там, стабильной финансовой ситуации, то есть дети могут учиться на европейском уровне, поступать в европейские вузы, учиться в школах, изучать язык, расширять свой кругозор, в дополнение также качественные условия, то есть это оборудованные кабинеты, это просто технически оснащенные помещения, то есть это все, что позволяет нам, скажем так, чувствовать себя более комфортно, чувствовать свой, как бы, труд, да, что он соизмерим, заработная плата и условия содержания соизмеримы тому, что я умею делать. И возможность обучаться, это то, к чему стремятся очень многие медики, все работодатели, абсолютно все, неважно, где вы работаете, или в больнице государственной, или в частном медицинском центре, все предоставляют эту возможность. Вот недавно у нас парень, пройдя собеседование в больнице, он меня несколько раз переспросил, да, вот мне говорят, у вас там 6 или 7 раз есть возможность вайтобильдинг, вайтобильдинг это повышение своей квалификации, да, в год, и он даже не поверил в эту возможность. Вот реальный пример совершенно недавно, как это возможно, да, за счет работодателя посещать международные конференции, учиться и передавать также и свой опыт, потому что здесь все равно прислушиваться к опыту наших специалистов. Да, в любом случае, если что-то не понравится, что-то пойдет не так, то есть можно уже вернуться к себе на родину, и когда человек возвращается, имеет дипломы, там, всевозможных курсов, там, повышения квалификации, знает немецкий, да, то есть он уже может рассчитывать на другую должность, и, соответственно, здесь во всем этом только одни плюсы. Благодарю вас за приглашение, Алена. Да. Я рада была поделиться также своими мыслями. Мы, наверное, с вами прощаемся. Вы можете оставлять заявку на нашем сайте, который будет указан на этом экране. Также можете писать комментарий к этому видео. До скорых встреч. Всем пока. Успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok